Всем привет, с вами Саня Туман и сегодня мы предложим нашим родителям поменять их машины на китайцев. Как-то мы с Настюхой обменяли машины наших родителей на более новые. Для нас, с самого батя, это было сначала Нива Урбана, после новенькая, прямо из салона Нива Трэбл. Моему же отцу мы заменили его старенькую десятку на более свежую приору, которую Настюха пригнала из Дагестана. И знаете, было очень много комментариев по поводу того, что вот они всю жизнь страдали, ездили на отечественных машинах и походу им до конца жизни так на них и есть. Но вот настал тот день, когда мы вместе с ними пойдем в салон новых машин, выбирать им красивейшие, высокотехнологичные иномарки китайского происхождения. Итак, батя на Нива, Нива Трэбл, которую мы уже с Настюхой дарили ему когда? Три года, наверное, прошло, да? Посмотрим, что там в салоне. Настюша, хоть где-то ты появляешься, да? Ну, в общем, здесь Нива полностью обжита. Хозяйская такая, все надо, все в семью. В принципе, как у него синяя Нива была старая, да? Как белая Нива, она, в принципе, всегда вот так вот обрастала. Всем нужным, семечки чищенные, например. Вся одежда на все случаи жизни, если там холодно, если снег пойдет. Вдруг что-то куда-то насыпать надо или надо будет почитать что-то. Все есть. Спереди только сколько всего тут, да? Смотри, мячик поиграть. Это он, кстати, для меня подготовил, чтобы я руку разминала, вот так вот. Он говорит, смотри, для тебя. Я когда приезжаю, обычно беру у него Ниву тут по городу ездить. Ну, ты приезжаешь в Распугу. Это, смотри. Органайзер крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого ее отродясь не бывало. Живи правильно и ни о чем не сожалею. Цитата в ВК. Это он для себя записывает или... Для себя. Для пассажиров. Ну, может быть и для пассажиров. Вот мама обычно на этом сиденье ездит, для нее вот. Я же говорила, она любит так говорить, я же говорила, ты, блин, меня не слушал. И вот сейчас папа нам расскажет, что за это время, за 4 года. 3 года. 3 года. Такое ощущение, как будто уже 4 прошло. Дело с этой машиной. Ребята, вы не поверите, в общем и в целом меня машина устраивает. Все нормально и на ходу нормально, и гружут. Как Настя сказала, что хочешь, хоть наверх, хоть в зад, хоть в перед. А, но у нас тут, кстати, самодельные рейлинги появились. Да, хоть посредине, да, эти вот фиговины сделал. Не, рейлинги заводские. Я уже столько на них дров перевозил, что костерчик там разжечь, туда-сюда. Короче, все началось в целом с того у тебя, что у тебя начало выходить из строя. Бензобак мы починили сразу тебе. А самое главное, это расширительный бачок. Еще до бензобака, проезжая на станцию, поехал, у меня течет, вот здесь вот капает внизу. Беги, молодцы. Поехал, вот здесь начало капать. Поехал на станцию, с бачка вытекала жидкость. Прям сюда вот текла и вниз, аж сюда вот вытекала. Я вначале думаю, что за ерунда, давай я на станцию поехал. Они крутили, вертели, там трещины, бачок полностью внизу треснул. И они говорят, что вот давление играет туда-сюда, и из-за этого он трескается. Внимание, первый раз это произошло, когда машина проехала полторы тысячи километров. Короче, вы заменили бачок? Всего лишь. Поменяли бачок, поменяли, подожди, потом на второй раз поменяли, давайте крышку поменяем, может что-то изменится. Поменяли крышку. Когда третий раз это вот опять произошло, механик на станции посоветовал, говорит, давайте мы вам здесь вот крышки внутри, стоит клапан, пружину ослабим, чтобы больше выходило давление. Но это на третий раз или на четвертый уже было. Короче, за 22,5 тысячи километров пробега четыре раза выходил из строя расширительный бачок. Четвертый бачок стоит. И никто не может сказать, что, как, почему. Но это же не за то, что бачок, Кирова. Это техническая особенность автомобиля. Нет, я говорю, это бачок какой-то проблемный в принципе они делают или просто что-то другое? Да, это скорее всего бачок, потому что это недостаток, как мне объяснили, на всех машинах подобного. Просто я думал, может бачок просто как следствие. Уже ослабили резинку. Это логично, на самом деле. Что только они пытались сделать, эти ребята там? Потому что помнишь, когда плевало из бензобака, все тоже говорили, проблема в баке. А оказалась проблема в отверстии, которого не было. И мы сделали отверстие, и все перестало плевать. Мне кажется, что здесь тоже где-то не хватает отверстия. Отверстие, но он ездил уже на три разных сервиса, и нигде ему ничего не могут. Он поменял шланги абсорбера, тоже не помогло это. Ну короче, ждем следующего прихода. Ну ладно, у нас за все это время проблемы только с баком были. Нет. С баком раз, потом суппорт... На 10 тысячах пробега заклинило, а у него суппорт с этой стороны. Да, машина начала на ходу тормозить, естественно, давая на станцию, его заклинило. Ну вообще, конечно, на 10 тысячах это нонсенс. У меня на старой машине такого не происходило. Короче, перебрали суппорт. Вообще у него вот это колесо проблематичное. Сначала суппорт вклинил, потом подшипник разбился. Ему говорят, нужно подтянуть подшипник, не надо менять. Подтягивали уже три или четыре раза этот подшипник, и он все равно свистит. Ну и постоянно надо подтягивать. Но если он уже разболтанный, почему-то они не сказали, что он разболтанный. Говорят, нормальный подшипник. В итоге они его подтянули, я опять езжу, и опять у меня резина идет слоями. Да, и при этом я купила еще месяц назад. Месяц назад купила новые подшипники. Я говорю, поменяй оба, и правый, и левый. Он приехал на станцию, говорит, да зачем менять, подтянем. Подтянули, вот через месяц, пожалуйста. Опять все свистит, пердит, блин. И мне кажется, вот-вот он где-нибудь развалится, и ты просто встрянешь. Ну в этом плане, конечно, вряд ли, раз его еще можно подтягивать. А вот то, что у меня колесо навернется, это возможно. Резину жрет с наружной стороны, то есть облупается прям покрышка. Ну и с самого начала, когда только машину купили, обороты как плавали, так и плавают. Так они и плавают. Просто на холостых. Да, вот заводят, он прогревает машину. Холодную машину, когда заводишь, и начинает так. У-у-у, прям простилки видно, как она вверх-вниз, вверх-вниз. Вот именно холодная машина. Потом прогревается, и все норм. Тоже гадали, гадали, там, гадали, гадали. Короче, ничего не решили. Сланги поменяли, деньги сняли, полторы тысячи. Ну, он на скорость не влияет. Ну, в целом, вот вся ерунда. На скорость нет, она потом прогревается и перестает. Двадцать две с половиной тысячи. Причем, помнишь, у нас вот Патриот был, сколько? Тридцать, да? А, ну да, это оранжево. Ну да, да. Тридцать это мы уже наездили. Ну да, я привез его, наверное, тридцать две. И вот на сколько, да, он как-то вроде... Вроде поживее. Поживее, да. Двадцать две. Ну, все равно считаю, что я езжу мало с дачи по городу. Ну да, тут расстояние именно небольшое. Двадцать две тысячи за три года, в общем-то это... Ты-то едешь каждый день практически. Да. Ну, просто расстояние небольшое. Прикол в том, что, знаешь, он говорит, ему на сервисе говорят, у вас резину жрет, потому что вы по щебенке ездите. Ну, как бы, извините меня, машина для уфроода, по большей части. Ну, как не ездить по щебенке? Ну, не уфроода, скажем, ну, для бездорожья. Ну, для бездорожья, да. Для щебенка, ну что тут, проблема? Да, да. Не ездите по щебенке, ездите только по дороге. А лучше не ездить? Проблем не... Получается, что по щебню ездить нельзя. Ну, это... Если бы... Вот в моем понятии, я как механик бывший, отслоение идет от чего? От того, что колесо проскакивает по асфальту. Вот ты на повороте, допустим, резко закладываешь, то есть на повороте не притормаживаешь, а резко так идет. И вот за счет этого идет сцепление резины с поверхностью, вот именно асфальта, но не щебня. Я тебе тоже, как бывший механик, скажу, что вся проблема в ступичном подшипнике. И если ступичный подшипник вышел из строя, колесо начинает болтаться. А я вам, как бывший механик, скажу, что просто надо поехать посмотреть нового китайца. Правильно? Упс. Ну, посмотрим хотя бы, приценимся. Началось еще утро. Может, пора уже переходить на нормальную технику. Ну, как говорят там, китайцы. Уже впереди планеты всей. Как говорил товарищ Беррия, попытка не пытка. Поехали. А еще папа в прошлом кто-то фотограф? Да. Рыбак. Рыбак? Рыбак. А вы знаете, я профессиональный фотограф. В городе у нас китайцев выбор небольшой. У нас вот есть только салон Жака, какой-то ВГВ. Я не знаю, что это такое. И Чинган. И какие-то точечные моменты. Вот есть, типа, вот, Эксида. Еще, по-моему, Гак какой-то я видел. И третий салон у нас здесь, это Лада. И увидим, сколько же сейчас стоит тревел. Она тут прям, смотри, с бантиком. Подарочный вариант. Я боюсь подходить. Боюсь, ребята, я боюсь. А ты помнишь, сколько мы купили? О! Подарочек тебе. Видишь? А вы говорили 2 миллиона. Не сильно-то они поднялись в цене. Но это без комплектации. Блин, ну на 400 тысяч, извините меня. И это еще непонятно, какая комплектация. А мы купили до миллиона, да? Да. Вот эта цена указана, миллион триста шестьдесят. Это дополнительно будет, вот ее цена. Это рекомендовала розничная. А это классик. А если люкс, которая у нее? Люкс Уфроуд. Люкс Уфроуд на сегодняшний день такие машины не выпускают. Ага, а просто люкс. Мне просто интересно, у нас, насколько я помню, люкс Уфроуд? Ну, 950 у нас. Да нет, ну, просто люкс. Ну, условно вот так вот. Короче, вкратце, да, ну, образно говоря, за три года на 400 тысяч машина подорожала. Ну и что тут изменилось? Изменилось что-то? Нету, а, ну да, экрана нету. Подожди, а, это в люксовских вариантах, да? Ну да, видишь, у нас же люкс. А тут что? А это обычная, классик. А, без экрана. Да. Я тебе больше того скажу, помимо экрана она без кондея. Есть кондея у батя? Да, есть. Вот тут нет кондея. А можно капот открыть, Глент? Да, конечно. Сажи, ручечка, да? Ага. Ага, вот уже бачок другой. Бачок поменяли? Да, бачок другой, видишь, он как стоит. И они считаются усилием. Мне хотели такой втулить. Тут меньше всего, да? Да, как бы просторней. Аккумулятор такой же. А ты вообще помнишь, как вообще она выглядит без батяных ковриков, баночек? Нет, не хватает антуража, какая-то пустая сильно она. Прикольно в сравнении, да? Мы только эту смотрели, как сейчас батя ее обжил уже, ковры повесил, всякие видеомагнитофоны с кассетами. Бенди там у него. Что-то как-то компактнее. А, они поменяли местами абсорбер, да, это же получается, и бачок. Бачок у батя стоит здесь. Но чисто в теории, смотри, у него здесь кронштейн, и тебе тоже можно переоборудовать. А может они, кстати... Они сказали, но можно. Нашли причину. Они, может, и поменяли, потому что, ну, тогда вот все время моросит. Ну, кстати, вот это интересно. Возможно, действительно, вот эта система уже понадежнее. Ну, что, берем просто новую Нилу, нахрен. Вы его знают. У вас АБС Бошевского производства, здесь уже отечественное. А-а-а. На вашей версии есть подушка безопасная, здесь у нас отсутствие. На вашей версии европейская проводка и прошивка, здесь у нас китайская. А вы все про его версию знаете, да? Я смотрю вас. Ну, я могу сказать одно. Если бы, допустим, мне надо было выбирать, я бы не стал бы люксовский вариант. Меня устраивает и этот простой. Фактически все то же самое. Те же яйца, только вид сбоку. Отличная цена-то. Просто цена-то для ВК-статуса. Итак, еще раз вернемся в батиную машину. И, как вы видите, здесь, ну, прям жир, люксовая комплектация. То есть, вот и дисплейчик магнитола, также в него видно камеру заднего вида, стеклоподъемники, обогревы сидений, обогревов лобового стекла, кондиционеры, подушки безопасности. И просто стало интересно, сколько именно вот такая версия, то есть поддержанная, да, там, 21 года, будет стоить на сайте. И давайте вместе с вами сейчас просто посмотрим. Так, ну вот, пробег прям как у него. Ну, тут уже три владельца. У нас же батя один владельец, да? Ну, пойдемте в салон, посмотрим, что есть. Папе сразу приглянулся в москвич. Нифига себе. Так это... Это москвич. Это не поддельная москвич. Не поддельная. Два с половиной, блин. Смотри, это если ты машину сдашь по трейдину, свою минимум, например, у нее рыночная цена миллион, а ты, они тебе скажут, ну, за 200 заберем. И тогда они тебе сделают скидку в 100 тысяч. Офигеть. А так вот, прям, за 200. Какие умные люди. Это минимум 2 700. А вот это, кстати, гак. Вот это, кстати, крутая фильма. Жак это такая более дешевая, гак это прям. Ну, вроде как, я слышал, что это крутые. Ну, тут и ценники сразу, смотри. 5 миллионов. Ну, это явно не рассчитано на среднего покупателя. А ну, сядь, давай посмотрим, как тебе. Явно не рассчитано. Не, ну, смотри, дорогой, богат. А кто нам запрещает с тобой? Ёлки-моталки, я боюсь, ребята. Сразу, смотрите, планшеты какие-то. Ах ты, нифига себе, ты посмотри, вообще, а. Ребята. Что, круто? Хочу. Ну, да, визуально китайцы, конечно. Побыла. Я люблю фамилию Андерсона. Такие все, прям, фразу, вот все такое. Да, ну, вот я, например, для меня низковато. Ну, конечно, можно поднять наверняка, все это регулируется. Сто процентов все регулируется. Все это регулируется. Да. Ну, Ваню, посмотри, зали. Смотри, место, конечно, тут прям так клево, да? Не, ну, как он большой, да. Ну, вот, кстати, по-моему, с таким гаком недавно была история, про которую я тебе рассказывал. То, что чувак чуть не сгорел в нем. У машины загорелась дверь, заело водительские ремени, машине нет еще и года. Пассажирка смогла выпрыгнуть на ходу, а водитель получил серьезные ожоги. Пойдемте еще какую-нибудь посмотри. Пойдем, конечно, посмотрим, ребята. А то это, конечно. Слушай, она высокенькая. А то 5 миллионов все-таки кучеряло сильно. По-моему, можно Прадик купить, да, за 5 миллионов? Может быть, как-то. Ну, новый, наверное, нет. Да нет, ну, конечно, новый. Какой-то свежий прям, да. А можно под капот заглянуть? Да мы там ничего не поймем с тобой. Да понятно, что не поймешь, но... Ну, он, да, тут вообще ничего не понятно. Ну, все так прикрыто, все цивильно, все по евростандартам же, наверное. Главное, что у Китайцев, у них все нализано, все красивее. Так вот, в том-то и дело, что все такое. А потом что-то... Какое оно будет через какое-то время, и как оно себя поведет? А потом что-то сломалось, это такое. Куда ты лезешь? Да, смотри, чего делать. Вот батя сам полез бы сюда. Где что подтягивать? А смысл? Я ничего не пойму. Не, ну, конечно, по мелочам-то видно, что где, как обычно. Бачки там, жидкости. Вот, смотри, еще джили-манджаро. У них все машины такие высокие. Да не, ну почему? Есть же седаны. Вот джили-манджаро. Очень популярная машина. Вроде как, да? Пользуется популярностью. Ну, такое. Ну, все-таки, насколько сейчас стали делать, что меньше этих опций. Ну, как... Просто они есть, но... Кнопок, да, кнопок. Все просто на дисплее будет. В глаза не бросается, да. И включаешь, и там еще больше этих кнопок будет, всяких функций. А так, визуально, видишь, все-таки... Все поскромнее. Красивенько, аккуратненько. Ну, все равно, я думаю, кофе пролить нельзя. Нет, это почему? Можно геморроя с этим больше искать. Я жил, бежатую мечтой, пока когда раз не встретился с тобой. Ты меня поражила. Слушай, кстати, это тоже 5 миллионов стоит. Я что-то думал, манджаро подешевле. Его знаешь, как позиционируют некоторые? Как замена X5. Ну, кстати... Как будто дракон такое. Нравится тебе это? Да. Мне всегда нравились вот машины, которые вот как бы выделяются мордой своими. Слушай, а вот за 5 миллионов вот такую машину на дачу бы ездил? Ну, во-первых, пришлось бы ездил бы, но теряет смысл. Я изначально не хотел от синей нивы избавляться, потому что нужно рабочий вариант, лошади. Да, я могу, конечно, в люк засунуть там доску, трубу какую-то перевести. Ну, нет, это будет извращение. Это вообще извращение, согласен. Это так. Для понтов, может быть, чтобы показать, что ты можешь себе такое позволить. Я не против. Мне нравится. Если бы я, допустим, сил на китайца, то я бы хотел, чтобы ему было лет 10. Скажи, а вот кем надо работать, чтобы за 5 миллионов себе покупать машину? Здесь. Вообще? Я не знаю. Наверное, представителя там могут себе позволить купить особенную зарплату. Или, может, тебе в наследство досталась квартира, ты ее продал, взял кредит и купил. Квартира в Волгодонске? Ну, даже, да. 3 миллиона, что у нас стоит. Кредит. А, ну, в смысле, добавить еще? Кредит взять. И тогда ты можешь... 4-5 миллионов, это сколько кредит надо выплачивать? Ну, понятно. Нет, ну, я имею в виду, что вопрос, что когда покупаешь, скажем, прадик, да, в кредит, и вот ты знаешь, что я его купил, и ты 20 лет на нем будешь ездить. Пока ты выплачиваешь кредит, он тебя точно... И ты знаешь, что, в принципе, ну, машина тебя вряд ли подведет. А вот когда ты берешь, ну, скажем, Гак или Манжаро за 5 миллионов, ну, прям есть вопросики, да? Нравится мне, нравится, конечно. Они... Вот по сравнению даже вот... И вот... Отличается даже видом внешним. Вот если вы меня спросите, вот хочу я ездить сейчас, и вот если, допустим, была у меня возможность взять такую машину. Вот честно тебе говорю, вот сейчас вот на данный момент мне бы не хотелось, потому что куда ее ремонтировать, где ее ремонтировать, вот если, допустим, что-то полетит, к кому обращаться, сам делать не будешь. Ну, кстати, а ты не знаешь, что у нас вот в Володомске хотя бы появились какие-то сервисы китайские? Ну, вообще, где ее продают, там есть и техническая зона обслуживания, что ты приезжаешь... Ну, как официального, да? Ну, да, да. А вот если, допустим, опять гарантия, сколько на них? Я не знаю. Сколько на них гарантии? Смотря на какую. Ну, ориентировочная какая. Два года. А через пять лет что делать? На помойку все. Пойдемте. Каких только нету, Лянь. А это тоже китайцы? Да. Это тоже. Как это правильно? Это Каи. Каи. Это дочерняя фирма Черри. Если вы хотите здесь обслуживать автомобиль, то вам нужен Чанган. Обслуживание Чангана полностью здесь. Будет в ближайшее время в салоне Ниссан открываться официально. Ага. А если не секрет, какая у них закупочная цена? Хорошего. Сколько вы на нас зарабатываете? Да никто не будет это рассказать. Я знаю, конечно, но, к сожалению, это внутренняя информация. Мы поедем в Китай и покажем. Это все равно, что ты приходишь в пятерочку и говоришь, а у вас здесь колбаса 200 рублей стоит. За спрос не пьют у нас. А за сколько вы ее закупаете? Ноги не пили туда, где была мечта заветная. Где была мечта заветная? Где бы, где была мечта заветная? Не, ну, очень реально прикольно выглядит, конечно. А я тебе показывал? Нет, какой-то мне понравился такой? Мне, ну, седан вот этот, а лучше вот этот. Ламор. Ламор? Знаешь, вот это прикольно за счет того, что вот стилек, они понимают, но еще нужно делать акцент на визуальные вот эти вот моментики. То есть, вот, допустим, вот этот вот бубешка, вот этот вот сплиттер здесь. Есть, там, вот такие вот штуки, знаешь, типа аэродинамика, но по факту это просто туман. А ты на нее вот отсюда сбоку взгляни, она прям четко Камри. Ну да, кстати. Даже такая немножко Камри какая-то из киберпанка. Давай, вон, посмотрим машину для бати, это вон. Блин, пикап хорошенький, выглядит симпатично. И вот этот даже дешевле, чем мы смотрели Жак, Манжаро, да, мы смотрели, там по 5 миллионов, эти получается 400. Вот сюда надо смотреть, на вот эту цифру, а не на вот эту. Не, ну он выглядит так прям, хайлюкс такой прям. Хайлюкс? Ну. А я один у нас в городе видел, кстати, здесь ездит такой. Да? Блин, классно выглядит на дороге. Блин, не люблю я на ступеньки становиться. Наверное, когда-то привыкну. Ну, как он? Да, ну это я не знаю. Здесь же наверняка есть автопилот. Автопилота нету вообще, в принципе. Здесь есть удержание полос, скорее всего. Я точно не знаю, но скорее всего. Но удержание полос. А как вам вот эти вот мониторы? Да тут вообще все идеально. Вот это вот как бы вписано так все. Вот почему могут? Одни могут, другие не могут. Ну опять же, а если вдруг какая-то авария, идет какая-то подвижка, и что-то где-то навернется. Что делать? Говорят, кирпич. Машина вручает этот кирпич. Ну, не обязательно это, конечно. Так вот, здесь и сказал представитель автосалона, что Чинган без проблем обслуживается. То есть здесь сервис, какие-то запчасти, наверное, уже есть. Есть, кстати, много видосов, когда действительно уже попадали, но какие-то блоки отваливаются и вот заказывают от такой же машины и не могут их вшить. Машина ругается и все. Ну какая, Чинган? Ну, я точно не скажу. Если купить какой-нибудь Зикар или Ли, понятно, у них даже нету представительства. А Чинган тут полно этих машин уже. И везде есть эти салоны. А кофейный салон тебе нравится, кстати? Нравится. Но я бы не хотел. Марка, я считаю, Марка. Ну это точно, да. А надо какой, темный? Да, должно быть что-то темное, но здесь идет расчет на то, что без чехлов на сиденье. Что нашли? Да походу холодильник. Да. Может быть такое. Что могу сказать? Ну нравится, конечно, красиво, приятно. Хотел бы я поездить на такой машине. Для нашего обывателя это дорого. До миллиона, может полтора миллиона, это еще может себе позволить какой-нибудь военный пенсионер с пенсией тысяч пятьдесят. И то в кредит. Ну вот это мой вариант. Вот это? Полный привод, да. Ну понятно. Вифель? Это ты самый дорогой здесь, Шенган. Уникэ. Не, ну вот мне даже интересно, если я... Затуклируем с какой, да, услуги? А на сколько максимальный кредит можно оформить? Какой срок? Да. До восемь лет. До восемь лет. Вот если я ее возьму на восемь лет, сколько мне надо будет в месяц? Примерно. Смотря какой первоначальный взнос. У них даже есть программа с расстрочкой. Например, если у вас есть 70% по стоимости автомобиля остальные 30% по срочку на госмазу. Ну у кого в нашем городе может быть 70% от стоимости автомобиля? Ну единицы. Как показывает статистика, есть люди по-вотокомски, которые отлично на что-то не выдают. Стоимость автомобиля 4 миллиона 270 тысяч рублей. Это вот по максимуму мы берем. Ай, красава. Слушайте, получается, та выше машина? Нет, это та самая. А, нет, ну кстати, пикап-то еще выше. Блин, ты посмотри, они даже тут варьируют. Панели эти по-разному идут во всех машинах. Это они пытаются себя показать с хорошей стороны или продумать с хорошей стороны. Это мы еще в интернете выбирали. Я говорю, Настя, скидываю, я говорю, как Жак выглядит классно, да? И когда приезжаешь в салон, как этот Жак выглядит? Ожидание реальность. Все-таки, Жак или Жек? Можно и Жек. Жек? Разница с собой нет. Итак, мы пришли к такому итогу. Во-первых, удивительно, что Нива Тревел подорожала на 50%. При этом у нее нету подушек безопасности, у нее китайская проводка, у нее теперь уже не бошевский, а отечественно-китайский. Блок АБС. Дальше. Но теперь лечат головину сразу. Да, головина. И что еще? Слушай, ну на самом деле понятное дело, что... Нету этого дисплея этого. Нет, это комплектация такая. Я так и посчитал, что если еще с такой комплектацией, она будет полтора миллиона. Короче, в целом твою машину от детейлить, отполировать ее можно за те же деньги продавать, что и в салоне продают. А, бачок, кстати, они решили еще расширить. Да, они поменяли местами. По поводу китайцев. Китайцы очень красивые, красивые. нализанные. Все такие прям фельдиперстовые. Аж хочется, блин, дать тебе. ну это... Да давайте, давайте, подходите уже, идите уже. Че-ниче, давайте, поздороваемся. Здравствуйте. Ну приятно, когда люди общаются, здороваются. Ну я смотрю, что это... Добра желает и вам того же. И вот китайцы очень нализанные, но очень большие вопросы к ним по поводу, что с ними, допустим, через год будет, через полтора. Да, это, конечно, проблема. Мне кажется, лучше всего подождать хотя бы, вот, не знаю, пару лет и посмотрим, к чему все это придет. А ты так считаешь? И опять же, я далек от мысли, что через год-полтора она не начнет на ней что-то сыпаться. Ну хотя бы два годика подождать, прежде чем вот... Сейчас просто такой бум, сейчас все начинают их скупать, эти китайцы, и что с ними будет? На самом деле, если откинуть все вот эти проблемы, что там может пойти, что там посыпаться, что там... Когда-то, да? Цена какая у нее огромная. Это может произойти с чем угодно. Ну круто, что в Волгодонске люди идут в лобусы временем. И что здесь не только гранты и тревелы, а что здесь тоже привозят китайские машины. То есть у людей есть выбор прикольный. Ты какой выбор? Чингган и Жак? Вот это выбор. Да, скажем, выбор небольшой, но... Там 200 салонов каждый день разный на дороге. Ну, по крайней мере, есть что-то людям, блин, выбрать, чем-то сравнить. Это же нормально. Так, а что, пап? Ну, что, я бы, конечно, не против годика через 2-3, когда что-то тут более будет. А сейчас, как бы... А цена тебя не смешает? А цена это вообще нонсенс. В любом случае, не для меня и не для большинства людей, которые тут живут. Дорого. Но красиво. Это, считай, в два раза больше, дороже, чем наша машина. В четыре раза. Даже в четыре. Итого, итог. Батя ездит дальше на Ниве. Да. Я себе сделаю лучше татуировку здесь вот с китайцем. Буду ходить с ней. Ну, своему отцу я не буду предлагать китайцев. Просто мне совесть не позволяет. То еще, вы можете согласиться. Во-первых, ну, не стоит бешеное количество какое-то денег. Сейчас как бы с этой ипотекой даже возможности такой нет. Но я бы и не хотел бы сейчас покупать этих китайцев. Оно, конечно, интересно, да, вот посмотреть, что с ним произойдет. Там куча этих видосов в интернете, как там у них начинают гнить там лонжероны, ломаться там, я не знаю, другие там, электрика отваливаться. Ли авто. После срабатывания подушек безопасности в случае ДТП их автомобиль превращается в кирпич. Визуально бомба. Мне очень нравится, как китайцы выглядят визуально, интересно, но это интересно, скажем, даже больше для блогера. А своему отцу такого геморроя подкидывать я бы не хотел, тем более здесь в Волгодонске, как вы видели, здесь вот есть один Чинган сервис, Джак, и то непонятно, Джак там делает, нет. Ну, короче, китайца точно нет, и я решил просто поменять ему приору на надежную камрюху 40-ую. Она будет в два раза дороже, чем приора, правда, но вот мне кажется, просто ему камрюха офигенно подойдет. Ну, это мое мнение, а мнение отца немножко другое. Там машина такая вот компактная, там удобная, в гараж заехать, и что, остойчивая. Вообще здоровенная, ну куда? Тут, ну, мотор мощный. Какой-то еще мощный. На этой 140 просто, вот, да, езжу там в Сумлянске свободно, там он едет. А там нету динамики. У него нету, именно с мотором 2.4. Ну, динамика тебе нужна просто на механике, чтобы ты динамику почувствовал. 2.4, как бы сказать, он мощнее, чем здесь, да, по лошадям. Но для той машины он очень слабый. Камри, это у нас, как бы его называют, там, бизнес-класс какой-то там. А вообще, это большой семейный автомобиль. Надежная она была, сколько, ну, там, 10-15 лет назад, да, сколько там прошло, когда ее там выпускали. Пешку пешку, ну, как бы тебе сказать, это уже старая там, ну, блин, там, скорее всего, гнивая там, или просто, может, где-то что-то там замазали. Сейчас камреводы в чат как ворвутся в комменты. По поводу того, что у него есть сомнения по Камри, или он там уже что-то почитал, ну, в интернете, понятно, всегда можно найти отрицательные отзывы на все, что угодно, главное, какая у тебя задача. Просто мое мнение, что он Камри заценит. Просто это такой человек, когда ему дарили Приору, как казалось бы, мы меняем на десятку, а то же самое, да, вот только лучше. Свежее, здесь уже кондер у нее был, не знаю, там еще какой-то уже мультимедиа, да, так просто все поинтереснее, но единственный момент был, что она чуть-чуть пододжатая была машина, там у него владельцев, я не помню, сколько 6 было там, ну, что-то такое, короче, сейчас не смотрел, может, глянуть по документам, ну, и, естественно, да, машина, как она там, поездил, отжали ее, продали, отжали, продали, отжали, продали. Более даже пацанская тачка, черная Приоря. Все так вот, это вот было на соплях, где-то что-то там, какие-то скрутки там, заматывал там, круток на одном, пришлось под себя чуть-чуть там подделать, все починить и кайфовать. И вот, соответственно, да, вот он как мне рассказывает, что он уже этой Приору, он уже так ее любит, она такая классная машина. Блин, так что ты заберешь? Прям уже больше нравится, чем 10. Ох, нифига себе. Ну, значит, и с Camry так будет. Ну, то есть, я уверен, что он просто бы проездил бы на Камрюхе, я не знаю, там, сколько ему, до 3 месяца он проездил, и он бы уже души просто ничал в этой машине. Единственное, конечно, вот он хочет купе. У меня раньше вот это мечта, двухместная машина. Ну, купешку ты хочешь, да. Я вот, сколько его знаю, он всегда мне говорил за это купе, что он хочет коротенькую машину, но при этом, чтобы она была динамичная, ну, то есть, это, ну, я не знаю, даже что, ну, типа, Audi TT, ну, и то, да, динамичная какая? 3,2 мотор, это, блин, очень большой расход. Плюс, Audi, TT, ну, какая там, типа, 15-летняя, она будет стоить еще дороже, но при этом это... Ну, это будет примерно то же самое, что у меня А5. То есть, она стоит дороже, жрет много и требует ухода и вложений. Даже вот, ну, ухода вложений, да, я просто, ну, это вообще даже никак не сопоставить с приоровскими ценами на запчасти. А Audi, ну, это типа не Toyota, а Камрюха, которая, скорее всего, там, вряд ли что-то будет у нее ломаться или там, ну, ну, по мелочи, по крайней мере. У Audi, может быть какие-то произойти такие моменты, что, ну, просто она у тебя в гараж встанет и будет стоять. Тем более, не будем забывать, что это маленький город, здесь может быть нету каких-то запчастей. Мы, конечно, можем поискать что-то такое вот маленькое и динамичное, там вот, варианты там накидывали. Ну, в общем, я думаю, как. Все же я уверен, что ему Камрюха понравится. Когда мы приедем на рынок, мы будем обменивать эту машину, я хотел обменять ее на Камре, ну, посмотрим, какие еще есть варианты, ему поскидываем и поспрашиваем, может, что-то он захочет другое. Ну, а зная цель, конечно, поменять на Камре, я все-таки от этого не откажусь. Мне кажется, это отличная идея. Ну, а самое главное, что вам еще я не рассказал, у меня задумка вернуть эту машину на родину, то есть в Дагестан, где вы с Настюхой ее купили. Я хочу ее вернуть и даже на рынке обменять ее на Камрюху, ну, понятно, дело с моей доплатой, ну, а может быть обменять на что-то другое, но вот я хочу на Камре, а там батя уже, может быть, захочет что-то другое, мы с ним по WhatsApp пообщаемся, но ориентировочный план такой, поэтому отправляемся в путешествие, ну, а с вами мы уже увидимся в следующей серии. Вообще, что не нажимаешь, нифига, вот ошибка, ошибка. Сейчас нам надо скинуть клемму, а ключика нема, да? В любом случае, я думаю, на все получится. Вот это просто, смотри, чисто. И где, где машины, где покупатели, где продавцы? Субтитры сделал DimaTorzok